Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Большое спасибо, что смотрите мои ролики, оставляете комментарии, мне очень приятно. И в одном из комментариев меня попросили нарисовать тренч или тренч-код по-другому. Сегодня мы этим и будем заниматься. Пока буду рисовать, я вам тоже расскажу еще некоторую историю этого плаща, потому что он появился не просто так, он появился в 20 веке, в преддверии мировых войн, и это обусловилось тем, какие составляющие есть у этого плаща и что должно быть в классической вариации. Конечно же, вот когда вам говорят слово тренч, я думаю, что у 90% точно, может быть даже у 100%, будет точная ассоциация с брендом, это Барбари, потому что они и есть изобретатели данной модели. Изначально был Макинтош, который придумал пропитывать ткань резиновым клеем, но была не очень удачная модель, при том в холоде данный резиновый слой дубел, а на жаре лип. Но все равно в Туманном Альбионе, в Англии это очень ценно. И когда в 1901 году, соответственно, Барбаре, они решили разработать новую ткань, это появился габардим, который за счет своего переплетения не так пропускал влагу, как обычные переплетения, и был создан плащ, соответственно, Макинтош. При этом на основе Макинтош был разработан вот этот тренч-код, но он имел совершенно другой вид, он был более удобным, и поскольку его использовали солдаты в траншеях, он и начал называться тренч-код, соответственно, плащ для траншей, и в нем было очень удобно, когда была непогода, можно было, соответственно, его носить. А у тренч-кода что у нас с вами всегда? Он у нас классический двуборный, с погонами, чтобы можно было знаки отличия, все-таки это военная вещь. Отложной воротник, манжеты, при этом они будут застегиваться на ремешок, и это очень удобно, когда непогода, можно это было все затянуть. Обязательно по одной стороне, по правой, отлетная кокетка, это для ношения оружия и для стрельбы, чтобы не протиралась ткань, пояс, и разрез или ластовица сзади, длина классической до икры. В современной интерпретации они, конечно же, у нас с вами варьируются, но вот эти классические вещи, если вы будете смотреть барберы, то вы там все это найдете, там все это есть. И сегодня похожую вещь мы будем с вами рисовать. Мы будем рисовать женский тренчкод, при этом в 20 веке это была исключительно мужская одежда, но она очень полюбилась и женщинам тоже, и они тоже начали это носить. Соответственно, появились самые разнообразные модели. Штучка у нас будет почти симметричная, поэтому мы начнем ее рисовать симметрично, а после этого уже я добавлю, соответственно, асимметричные детальки, которые есть. Конечно же, я забыла дополнить еще то, что карманы есть всегда, и, как правило, карманы на клапанах закрывались, чтобы туда можно было много всего нужного положить. И вот если барберы смотреть, то это будет либо шерсть, либо хлопчат бумажную ткань, иногда используют кожу, и еще у них есть такой пристегной хлястик, который от ветра, он вперед воротничка пристегивается. В общем, очень классная вещь. Итак, давайте мы маленький экскурс в историю закончим и начнем уже рисовать. Вообще, посмотреть историю вещей, откуда они взялись и как это все происходило, это очень интересно. Особенно в таких вещах полезно знать, какие есть особенности, что именно включается в это понятие, как оно модифицируется со временем. То есть, на мой взгляд, это прям такая вот полезная, ценная информация. И начну я в этот раз рисовать нетрадиционно для себя с левой стороны. Вспоминаем сторону запаха. Сейчас я рисую женский тренч, а если я буду рисовать мужской, то, соответственно, он у меня будет на другую сторону. Так, нажала shift, чтобы найти правильную вертикальную точку. Так, немножечко потом мы еще поправим, но я сразу задам некоторую складочку здесь. Вот так. Так, он будет у нас на поясе. Тоже здесь сейчас все поправим, чтобы оно было по линиям красиво и правильно. И тоже классически его делают с обычным рукавом, но сейчас появились вариации с регланом. Вот такое разнообразие сейчас действительно оно очень широкое, и можно вообще, чего только не делают, если об этом говорить. Так, вот здесь у меня немножечко линия ушла. Соответственно, здесь мы потом пририсуем пояс, а здесь, когда мы немножечко с вами присбариваем на талии, естественно, будет вот такая складочка. Конечно, пышность этой складки мы можем отрегулировать. И поскольку это плащ, он не будет прям вот прилегать, да, немножечко моему свободу все-таки дадим. Так. Отлично. Теперь следующим этапом воротничок. Сейчас я покрупнее вот это место сделаю. Чтобы было удобнее рисовать. Вот это огромный плюс иллюстратор. Рекомендуем пользоваться. Когда вы рисуете какие-то там внутренние детали или еще что-то, обязательно приближайте. Ну, до разумных пределов, понятное дело, чтобы вы понимали, что вы рисуете. Это прям позволяет не прищуриваться, не приближаться к компьютеру, а сидеть свободно и смотреть, как это все действительно будет выглядеть. Поскольку я рисую половинку, здесь она действительно будет симметричная. Так что сейчас мы это все обозначим. И покажу как раз все те детали, о которых я рассказала, как это выглядело, чтобы было понимание, почему я дала такой небольшой исторический экскурс. Это действительно очень интересно. И вообще я обычно готовлюсь к написанию видео. Это не так, что я типа оп и... Ну, если что-то из головы, там я могу, да, как правило. У меня идет подготовка, я что-то еще от руки порисую, посмотрю. Вот в данном случае, поскольку это была там не банальная футболка, да, а что-то более интересное, я решила узнать историю этой вещи, потому что я знала, что там не все так просто. И действительно очень интересный исторический аспект есть, который сложно проигнорировать, который, конечно же, влияет еще и на внешний вид, на дизайн. Поэтому узнавайте. В этих видео я рисую в реальной скорости, и, наверное, поэтому кому-то может показаться, что достаточно долго, но это вот как есть. Конечно, можно поставить там на ускоренный режим это все посмотреть, но если интересно какие-то вот прям детали, как они вырисовываются, то надо смотреть это все в реальной скорости, для того, чтобы было понимание, как оно в реальной жизни происходит. Так, половинка, половинка. Я думаю, что вот это даже можно чуть-чуть пошире. Сейчас, когда совмещу, еще дополнительно посмотрю форму. И здесь будет пояс. Вряд ли же вы ужмете пояс прям по фигуре, вот жестко, да, соответственно, все равно будет. Вот такое небольшое нависание тоже будет. Это нормально, когда вы материю сжимаете, получается небольшой напуск. Вот в данном случае очень помогает наличие эскизика у меня, потому что я знаю, где какие линии сделать, чтобы они были на местах. Это вот подсказочка такая. Но если вы рисуете, например, по моему рисунку, да, вы можете сделать там принтскрин и смотреть, как у меня нарисовано. Тоже это будет подсказка. Мне кажется, у меня недостаточно линии полузаноса. Мы сейчас это немножечко расширим. Для того, чтобы он все-таки был пообъемнее. Так. За что люблю рисовать на шаблонах? Мы тоже недавно задавали вопрос. А как вы считаете, как сделать эскизы одного размера? Вот шаблоны, как раз они позволяют. Почему я всегда использую один и тот же шаблон? Я сейчас могу поднять все эскизы, которые мы рисовали в рамках этого челленджа, вообще все, которые мы рисовали, и просто их совместить между собой, посмотреть, как они сочетаются, использовать, и как бы будет здорово. Вот поэтому шаблоны это прям, на мой взгляд, спасение. Кто-то говорит, что типа, ой, а как на меня посмотрят, это непрофессионально. Может, у вас еще их попросят, скажут, а можно я тоже им используюсь. То есть в моем понимании, особенно представьте, компания работает там, например, ну, два дизайнера, может быть, три дизайнера, пять дизайнеров. Как сделать так, чтобы все их эскизы были одинаковые, чтобы с ними со всеми было одинаково, удобно работать? Выдайте им единый шаблон, разработанный, и они будут на этом шаблоне, соответственно, все творить, и за счет этого все эскизы будут единого формата, единого стиля, ну, именно по пропорциям, что как бы очень и очень и очень удобно. Так, давайте посмотрим. Вот смотрите, сейчас оно как бы, видна линия, да, как оно там, можно теперь все это вместе выбрать и дать ему, например, белую заливку. Вот смотрите сразу, как оно начало смотреться. Так, теперь делаем пояс. Пояс и D-образная пряжка со скругленными краями. Это тоже очень важный момент в этой истории. Конечно, когда вот такая работа будет передана конструктору, очень разумно будет с конструктором обсудить детали, как вы это видите, какой глубины, какие линии, какие формы, это все, конечно же, нужно будет обсудить. Но нарисовать как бы четкий эскиз все равно нужно. Вот эта та часть передняя, можно назвать ее кокеткой, которая как раз для того, чтобы не стиралась основная ткань, сзади должна быть отлетная кокетка, чтобы дождь не попадал, а с перца должна быть такая кокетка, которая как раз под оружей. У меня, кстати, был вопрос в свое время. Я покупала себе тоже тренч, и в этом тренче была такая кокетка. Я думаю, почему, зачем? Какая-то странная деталь, она совершенно не функциональна. Оказывается, это историческое наследие. Оно нужно. Ну, соответственно, в современных плащах там как бы размер уже, понятное дело, определяется скорее модой, нежели функциональностью данной детали, потому что мало кто там будет из ружья и винтовок стрелять, но все равно факт остается фактом, что она здесь у нас с вами присутствует. Так, сейчас мы пряжечку д-образной формы сделаем, для того, чтобы она у нас была. Размер. Вот, смотрите, я сделаю пряжку. Это единый у меня объект с дыркой. То есть не просто закрасила центр, а это именно вот дырка. Вон она. Такой вот бубличек получился. Рисуйте правильно. Так. Здесь у нас будет пояс. Пояс тоже, как бы, завязку, понятное дело, вы можете нарисовать так, как вы хотите. Это может быть узел, ну, не бант прям, да, но таким узлом он завязанный будет. Это, смотрите, один хвост спадающий, два хвоста спадающего. Мне очень понравился вариант. Я когда подбирала фотореференсы, когда вот такой один хвост, оказалось очень интересным. Соответственно, оставила один в своем эскизе, что мне подсказывает, что пряжечка у меня должна быть чуть потолще. А еще, кстати, когда смотрела, тоже выяснила традиционные цвета. Ну, конечно же, это бежевый, черный и еще цвет хаки. Мы их тоже сейчас покрасим, когда дойдем до цветов. Тоже есть такие моменты. Здесь легкие складочки, ну, которые такие самопроизвольные, то есть не то, что там что-то дополнительное, какая-то раппировка, а просто вот они тут будут вольно располагаться. Мы их сейчас сделаем, чтобы они не сильно у нас привлекали внимание. Вроде как есть и вроде как без особого внимания. Теперь так, детальки. Вот здесь у нас должна с вами быть шлевочка. На это нужно обязательно обращать внимание. При этом шлевки, кстати, когда рисую, вот я часто делаю толщину контура поуже, потоньше, потому что ну, не умещается она с обычной толщиной. Так, тоже сейчас через зеркалочку мы ее туда хлопаем. У нас же зеркальные части вот так. Обязательно тут шлевки будут. Они тоже, видите, добавляют к всего эту некоторый объем в талии. Так, рукава мы еще с вами не нарисовали. Рукав. Характерная деталь это такой поясочек с пряжкой для того, чтобы затягивать от непогоды, от дождя, от ветра. Сейчас мы тоже нарисуем это дело. Соответственно, вот здесь будет поясочек. на нем тоже будет пряжка. Пряжка меньшего размера. вот, и тоже нам нужна здесь шлевочка, которая будет это все держать. и еще, как правило, там у нас стоят люверсы. что я сделала, я нажала Ctrl-C, Ctrl-B, сейчас разрежу, и у меня опять окажутся бублики. Смотрите, это бублик. вот он. Что крайне удобно, их можно сделать металлическими по желанию. Два, три. Такие вот штучки. Теперь мы этот рукавчик покрасим белый. Пряжка. Вот куда пропала пряжка? Никуда она не пропала, вон она находится, просто ее нужно вытащить на передний план. Вот она на переднем плане. Мне тоже надо спрашивать, а куда она там пропадает? Ничего она никуда не пропадает, если только вы не удалили или не слили как-то неправильно. Масси своей, оно все на своих местах. Так, ну уже похоже, да? На какую-то правду. Сейчас будем его доделывать, делать ему всякие приятности для того, чтобы он стал более реалистичный. нужно еще нам нарисовать спиночку, потому что когда мы будем красить в цвет, нам нужно, чтобы там не прозрачная была штучка, а все-таки какой-то цвет был, поэтому так вот мы здесь спиночку, монтаж на задний план. Правая кнопочка мыши, монтаж на задний план. Вот, ну то, что он есть. Можно его задавать, кстати, даже на черно-белом эскизе слегка серым оттенком, таким образом будет ощущение такой немножко перспективы, оно туда вглубь будет уходить, что крайне приятно, крайне уместно в таких эскизах. так, сейчас мы тут размер петельки поправим. У нас еще остались пуговки. Давайте сделаем пуговку и к ней четыре дырочки. пуговки. разные бывают. Вот у нас будет которая с четырьмя дырочками. Сейчас смотрим по размеру подходит ли она нам или нет. вот здесь будет пуговка и, соответственно, здесь и здесь. Надо ее немножечко тоже смотрела вот этот момент, а что делать с пуговицами, с двубордами, они действительно иногда уходят под эту кокетку. Это не я придумала, это такое действительно может быть. так. Так, так, так. Так, так, так. Немножечко их надо поправить. Да. Так. Ну, в общем-то, практически все. Еще пару теней для убедительности и эскиз будет готов. тень вокруг застежки, то есть, как будто бы там дополнительный объем. Тень обычно я делаю черными цветами, потом добавляю непрозрачность для того, чтобы она все-таки заиграла. так, сюда тоже теньюшечку. Вроде как маленькая складочка. Так. Неправильно все выделила сейчас. Создам новый слой, чтобы не задевать те линии, которые уже нарисованы. так. И вот так. Тень вот эту сделаю совсем не интенсивной, прям вот еле заметной, но обозначить то, что здесь такая вот легкая складочка есть и все. Больше нам от нее особо ничего и не требуется. Вот у пояса можно сделать тенюшечку. Она его обыграет хорошо. Так. Она может быть даже более, как знаете, глубина тени, насколько она темная. Вот она может быть даже поглубже. Что у нас будет еще? Вот здесь тень красиво будет нарисовать. Смотрите. Вот здесь тень. Ну вообще такая практически классика, когда у нас есть какие-то пиджаки, жакеты. Она вот сюда рисуется очень классическим вариантом. Так. А вот здесь тень, очень тоненько она должна пройти. Потому что здесь же у вас застежка. И там она, когда ткань немножечко отходит, вот она будет давать легкую такую теневую штучку. Вот не сильно она должна там присутствовать. Чуть-чуть совсем. Просто вот обозначаться. Чуть-чуть сейчас пошире сделаю. Вот. А потом под пояс то, что у нас вот здесь с вами уходит, вот здесь может быть маленькая тенюшка, как будто бы здесь есть такая небольшая штучка, сборочка. Тоже не надо ее сильно выпячивать, делать ее сильно активной, просто обозначить, что там немножко что-то такое происходит. Можно, конечно, еще и линеарно обозначить, тени можно рисовать складки точнее можно рисовать линиями, рисовать объектами. Вот. Вот она чуть-чуть у нас тут есть. Чуть-чуть и вот здесь тоже чуточку совсем. Так вот она. Так. И вот здесь тоже чуть-чуть совсем. Прямо буквально пару стрежков, чтобы она обозначилась. Плюс это даст некоторую асимметрию, нашему эскизу, то есть сам эскиз симметричный, а вот именно тенями мы его немножечко из симметрии выводим. Это тоже очень-таки неплохо. Вот так. И давайте еще по рукаву тоже хорошо тень задать вот сюда. Вот здесь нижняя часть рукава, она обычно теневая у нас идет. Вот так. И здесь тоже специально не рисовала симметрично, чтобы рукава все-таки смотрелись немножечко правым-левым. Хотя можно было дать полную симметрию. Здесь всегда тень зависит от точки света. Мы ее условно как бы так принимаем для 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 себя. Вот так. Вот он наш тренч. Вполне уже презентабельного вида готов для того, чтобы его раскрасить цветом. Сейчас я его сгруппирую именно сам тренч. Смотрите, тени, которые были на другом слое все собралось на один слой, чего я хотела добиться. И теперь, как я вам говорила, три классических цвета мы сейчас с вами сделаем. Да, это она мне сказала, что у меня заблокирован слой с шаблоном и я при переносе его не скопирую. В общем-то, да, меня это вполне устраивает. Так, что нам нужно? Нам нужно подобрать приятный бежевый цвет. Сейчас я выберу один объект. Очень люблю цвет подбирать руками. Можно, конечно, в готовой палитре, но мне как-то милее. Потом хватаем этот цвет, тащим его в палитру. Все, он у нас закрепился. И теперь мы можем спокойно это все прокрасить. Основная будет у нас сложность с вами, когда мы будем красить в черный цвет, потому что придется цвет контура менять. Но сейчас мы это все с вами разберем, все сделаем. Значит, смотрите. Первый эскиз самый длительный по прокрасу, для того, чтобы все вот это уравновесить. Потом уже перекрашивание занимает меньше времени. Вот эту часть потемнее. По-моему, очень неплохо получилось. Осталось теперь только пуговки. Пуговки раскрасить. Они могут быть черные, они могут быть цветом. Кстати, у Барбары классические они делаются из рога. То, что называется Horn. Наверное, пуговец куда-то улетел. Сейчас мы поправим. Такого они коричневого цвета с разводами. Вот оно наш тренчик. Так, хорошо. Теперь давайте сделаем хаки. Хаки сделать вообще просто. входим в режим перекрасить графический объект. Основной цвет. И нам нужен более зеленый, более темный. Вуаля. Осталось теперь только вот этот цвет поправить, чтобы подкладка была кстати. У Барбары подкладка у тренчкотов будет клеткой новочек. Это вот это классическое бежевое, белое, красное, черное клетка, которую они запатентовали. Это их фирменный стиль. Она обычно хлопковая. Так что там тоже много всего интересного. Но мы сейчас не Барбары рисуем, а просто тренч. И теперь немножечко нам сложнее будет, в том плане, что нужно будет еще цвет контура поменять. Но мы с этим обязательно справимся. Делаю двойной клик, выхожу в режим изоляции, беру инструмент волшебная палочка, выделяю цвет, который, давайте, вот этот теней. Что-то очень много выделилось, не того, чего надо, потому что, видимо, у палочки очень большой допуск стоит. Двойной клик, два, допуск два, выделяем, да, делаем их серыми, выделяем все остальное, делаем черным, это будет тоже темно-серым. Смотрите, то, о чем я говорила, то, на что сейчас нужно будет потратить чуть-чуть времени, наши с вами линии пропали, их не видно. Я выбираю все, потом просто сейчас уберу цвет линий и делаю цвет светло-серый. Вот оно у нас все с вами появилось. Если требуется, то цвет линии убираю, если нет, не убираю. В принципе, все гармонично сложилось, двойной клик и вот у нас три тренчкота в классической цветовой гамме, которая, на мой взгляд, актуальна будет и сегодняшним днем. Это бежевый, это цвет хаки и черный. Большое спасибо то, что смотрите. Расскажите, понравилось вам, если вставлять историческую справку или нет. Какие у вас появились вопросы, что бы вы еще хотели порисовать, пожалуйста, пишите мне в комментариях, буду рада почитать и исполнить ваши пожелания. А на этом все. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать новые видео. Они выходят каждый вторник, а иногда еще и в другие дни недели. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok